всем доброе утро не только марина тебе снимать начинать свои видео с машины я тоже сегодня в машине несмотря на то что сегодня суббота и видите как одета торжественно знаете куда направляюсь на заправку во сколько в 9 17 чего такую рань чтобы успеть купить бензин да нет шутка в общем еду ремонтировать машину на которой я сейчас еду нет с ней все нормально она ездит как вы видите но в ней не работает кондиционер я закрою без открытых окон ехать просто невозможно у нас сегодня ожидается жара сидим помашем у нас сегодня ожидается жара 30 градусов может даже больше и завтра тоже вообще ожидается очень жаркая неделя поэтому я уже тянула тянула кондиционер не делала уже тянуть некуда потому что без кондиционера просто невозможно уже что случилось может вроде бы как бы только недавно купили машину хотя прошло уже знаете сколько в октябре мы ее купили или все или в конце сентября пусть в октябре даже 27 месяцев уже значит больше чем полгода прошло в сентябре правильно значит 8 месяцев прошло и когда мой муж ездил на похороны к своей маме в начале октября он заметил что на пол дороги кондиционер перестал работать просто дул воздух и все но не охлаждал и он приехал домой и говорит с кондиционером что-то не то мы обратились к этому человеку который нам машину продал он заправил нам кондиционер фреоном через который через какое-то время опять просто дул воздух вот фэн работал просто и все воздух не охлажденный был мы опять обратились к нему он говорит я не знаю это надо говорит мне ее ну типа забрать и проехать он работает как участника на станции он горит и там проверить продуть его весь просмотреть где-то видимо идет утечка фреона ну тут знаете уже холодно ступил уже кондиционер сильно и не нужен был поэтому мы не стали его делать затем когда уже началась жара у нас несколько дней от нас было очень жарко дима попробовал сам заправить фреоном но и говорит почему-то не идет хотя он до этого заправлял на на toyota на моей на первой моей машине заправлял и на honda он потом заправлял фреоном добавлял а тут говорить почему-то не идет но я все тянуло это знаете это все время у меня суббота и так вы знаете какой он такой весь загруженный день а если еще и убивать время на ремонт машины это для меня это убийство времени я решила заехать после работы в четверг я заехала после работы и спросила если они могут мне сделать они сказали лучше приехать с утра чтобы уже было действительно достаточно много времени поэтому я еду сейчас но я увидела что у меня осталось одно деление на моей машине бензина поэтому срочно нужно сначала заправить пока меня лампочка не не начала верещать а потом уже поеду делать кондиционер и заодно и масса сразу поменяю так такая маленькая станция по ремонту но я туда уже обращаюсь не первый раз и более-менее так и делают ну лучше чем у нас как-то был опыт я тоже уже рассказывала если ехать прямо на станцию на станцию тойоты где именно по тойотам ремонт это очень дорого потому что это считается как бы профессиональная станция вот как я ездила на станцию honda это очень дорого поэтому еду еду на обычную небольшую станцию техобслуживания но ты более-менее таким приемлемым ценам посмотрим какой у нас бензин за эту неделю бензин не поменялся в цене как он был так и есть поэтому не знаю как по другим штатам показывают и передают что и цены взлетели и очереди огромные и с бензином напряженка у нас в городе не знаю как во всем штате я не отвечаю за весь штат но у нас в городе все более-менее тихо в этом плане я тоже смотрю лора если ты будешь меня смотреть она тоже с передаю тебе привет от меня она живет под нью-йорком и я смотрю и она смотрит меня и такое впечатление она уже мне как-то даже написала что мы живем в разных штатах но действительно так и есть и улицы могут отличаться в смысле вот постройки все и цены отличаются и уровень жизни отличается в общем очень много различий хотя вроде бы один и тот же штат поэтому я когда я говорю что-то конкретно я говорю про свой город у нас в городе вот так я не знаю как в других городах потому что каждый город это как маленькая империя ну ладно я отключаюсь так уже наговорила на пять минут вам половина влога болтологически о как красиво лучше солнце идут на меня ухты вот это мне вот этот момент мне нравится а не так когда вот с этого окна идут такие страшные блики и все меня ослепляют и еще заметила что на видео у меня совсем другие глаза у меня получается глаза как-то очень очень светлые как вам кажется вообще на самом деле у меня даже в паспорте записано что у меня глаза голубые а как вам видятся мои глаз вру паспорте в водительском удостоверении у меня написано что глаза зеленые а как вам видится моих глазах ой как красиво солнце идет ладненько все всем пока что я уже на заправке тут действительно много очень машин но для этой заправки это нормально потому что это заправка от магазина биджейс и здесь всегда очень много машин как бы это норма так как здесь самый дешевый бензин в городе посмотрим какую цену будет сегодня работает всего лишь две заправки из раз два три четыре пять шесть семь восемь девять здесь 11 12 3 3 из 12 из 13 из 12 колонок работают три или четыре колонки всего лишь все идут в одну линию не знаю с чем это связано надеюсь это не связано с тем что не хватает бензина поэтому время 9.35 я думаю что я буду уезжать иначе я не успею меня на десять часов назначена прием насчет ремонта машины скорее всего или на обратной дороге буду заправляться или если меня начнет пищать о показать водили не уже было одно так что я уезжаю иначе я здесь простают до 10 они потом смогут не успеть сделать машину это будет очень долго впереди меня еще две сейчас заправляется впереди меня еще раз два три четыре пять шесть семь восемь четыре машины получается я восьмая заправляет по две по две колонки заправляет и впереди там стоит такое крокодилище ну не один но их много таких грузовичков и микроавтобусов но вот один просто вообще крокодилище стоит я буду здесь стоять очень-очень долго так что я я отъезжаю поеду делать ремонт я уже в мастерской ехала десять минут поэтому хорошо что я не стала дожидаться когда меня заправят часто товарищ сойдет от компьютера он пошел забирать мою машину и затем я сниму здесь такая очень маленькая мастерская но делаю довольно таки неплохо если сам не сделаешь что уже принимаешь то что есть правда сел в мою машину и сейчас будет отгонять здесь можно и колеса поменять резину и масло поменять и ремонт сделать и кстати в четверг когда сюда заходила я обратила внимание что здесь все работники и те тот который человек за компьютером они без маски я как дура одна зашла в маске поэтому я сейчас маску спустила и типа я про нее забуду потому что уже лена по-моему сказала ада лена с канала старый свин линкс что у нас уже какой-то бараний инстинкт зашли маску наступили в общем попробуй попробую что типа я ее забыла поднять пройдет этот номер или нет потому что вывески у них нигде нет что маски обязательно но я знаю что в нашем штате маски еще не отменили посмотрим здесь увидела такое объявление что в внимание всем посетителям что мы заботимся о вашем здоровье мы будем протирать и ваш вашу машину здесь все будем протирать чтобы все было чистенько и стерилизована в офисе все будет обработано мыло и хэнд синтезер для рук все это здесь есть а теперь посмотрите они говорят что они здесь все обрабатывают и убирают это и так насмешили что ли грязюка конечно страшная посмотрите какие стулья они здесь все обрабатывают у меня уже было желание подойти и сказать вам в уборщицу не надо не могу убрать ваш офис за определенную плату да называется убирают но зато висит телевизор ну что кондиционер мне сделали похоже короче разберемся с этой маской потом похоже что где-то все равно он протекает потому что говорит вообще пусто было фреона не было вообще но я знаю это что ты мне рассказываешь сказки но сказали через месяц подъехать чтобы они проверили я не знаю я не знаю почему они сейчас не проверили ладно главное что сейчас вроде бы охлаждает немножко и это уже хорошо если до этого времени опять перестанет идти холодный воздух значит нужно будет подъехать снова и тогда они уже будут искать причину но как всегда в америке у нас сначала пробуют лечить а потом уже ищет причину от чего лечить с машинами то же самое сначала зальют фреон возьмут деньги кстати я заплатила 175 долларов кажется а затем если будет та же самая проблема повторяться уже буду тогда искать причину это это уже болезнь мне кажется этой страны ладно поехала я домой потихонечку у меня охлаждается красота окна открывать не нужно а то едешь вот этот воздух гуляет по машине не очень удобно ладно пошла я делать свои дела время 11 часов в принципе нормально я управилась за час они все сделали и масло поменяли красота но мне еще нужно заехать на заправку все у меня бензина одно деление ну что приехала час спустя также очередь только на две колонки и на третью колонку вот где с другой стороны если бачок так все закрыто не знаю по какой причине бензин 294 кажется отсюда плохо видно по моему 294 так конечно в одну колу или как где колонки машин это очень много за где меня уже очередь прямо на дороге ха ха нам повезло открыли две колонки я сказала как раз подъехала может сказать числе первых когда открыли эти две колонки я ему говорю о каким удачливые открыли две колонки он говорит я с самого утра сделал здесь был только один поэтому все было закрыто сейчас пришел второй поэтому открыли еще две колонки так что линия немножечко рассосалась ой красота дело пошло быстрее говорю я знаю я приезжала сегодня в 9 30 я не смогла заправиться он говорит потому что я здесь был один я не я не справлялся с таким потоком машин машин было очень много весь в мыли бедненький пожелала ему хорошего дня я снова играюсь на кухне делаю тесто тесто у нас будет на претцеле посмотрим делаю пазу между замесами потому что оказывается она работает очень громко на видео так еще не открывала смотрю вместе с вами что там у нас получилось посмотрите тесто замешалось я к нему даже не прикасалась она замешалась это удивительно ну смотрите какое получилось тесто она вообще не липнет к рукам она мягкая и никакого никакого дополнительного количества муки не нужно все сейчас разрезай и все если в хлебопечке и тесто делала новую месяца 20 минут то здесь всего лишь три минуты поступил комментарий на инстаграме женщина написала говорит я пользовалась термомиксом мне не понравилось я отправила на украину она здесь в америке живет я спросила что именно не понравилось но пока еще не ответила мне за неделю пользования пока нравится все 12 12 претцелей уже накручены так что там у нас делать дальше сейчас посмотрим так здесь не учат как крутить я уже сделала это теперь накрыть и дать подняться 15 минут и затем нужно будет накипятить воды скажу зачем увидите так теперь смотрите что я делаю закипела вода вместе с пищевой сода я не стала снимать это потому что камера будет трястись и теперь нам нужно по два три претцела опускать в эту воду кстати сейчас я посмотрю здесь у меня уже делается зажарка для борща представляете не на термомиксе так опускаем два-три претцела в кипящую воду даем им подняться и переворачиваем примерно давать и кипеть на каждой стороне по одной минуте окей все ясно значит берем я буду делать по два у меня кастрюля не очень большая поэтому я буду делать по два так один пошел первый пошел второй пошел все пусть по одной минуте на каждой стороне затем переворачиваем и еще по одной минуте хотя наверно еще один можно добавить давайте добавим еще один чтобы было дело быстрее вот так и сейчас вся эта красота отправляется в духовку примерно минут на 15 мне уже нравится ну как вам посмотрите я никогда не думала что претцела так легко делать вообще красота я думаю что так же будет вкусно сейчас они немножечко подостынут потому что только что с пылу с жару еще очень горячий затем попробуем и самый главный регустатор это у нас тима посмотрим что он скажет уверена что нам то савилиной понравится мы люди непривередливые это у нас главный отдел товарного контроля посмотрим что скажет он ооо уже пришел что тима а ну так получилось это окей говорит что тут дырочки не получалось вот здесь дырочки получились а там не получились тем они еще горячие ооо что велен что скажешь красивые красивые получились да главное чтобы вкусные были посмотрим дети уже в ожидании стоят дышат в мою спину и говорят сделай только одну фотографию и хватит мы хотим попробовать ой как дышат аж сдувает меня эвелина я еще хочу сделать лимонад к этому как вам такой натюрморт добро пожаловать к нашему столу клубника уже со своего огорода домашний лимонад и вот такие замечательные прецелы теперь буду пробовать я не знаю не знаю и а это и